Здравствуйте! Из-за поздней зимы в этом году некоторые аисты не эмигрировали из Карса, которая, несмотря на температуру ниже минуса 19 градусов по Цельсию, продолжает искать пищу в водах горячего источника своей среды обитания. В одной из самых холодных провинций Западной Армении, именно в Карсе, аисты, как правило, улетают в теплые края, но некоторые не смогли этого сделать. После поиска пищи в теплых водах природного источника аисты иногда отдыхают в окружающем снегу, создавая красочную сцену. Сейсмическая сеть Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 18 января в 8.20 по местному времени в 4.20 по Гринвичу зарегистрировала землетрясение в 19 километрах к югу от села Ашотск. Очаг глубиной в 10 километров, толчки силой в 2.4 балла. Как передает Армен Пресс, МЧС Армении сообщает, что сила толчков в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Гюмри и селе Зорашен Ширакской области. Согласно другому сообщению МЧС, 18 января в 5.28 утра по местному времени в 1.28 по Гринвичу сейсмическая сеть МЧС зафиксировала толчки в 10 километров к югу-востоку от села Ашотск. Глубиной также в 10 километров, магнитудой 3.6. Сила толчков в эпицентре составила 4.5 баллов. В прошлом году в Республику Арцах было импортировано товаров на сумму 144 миллиарда драмов, что на 19 миллиардов драмов или 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Арцах Пресс сообщили в Министерстве финансов Арцаха, уточнив, что за тот же период было экспортировано товаров на 122 миллиарда драмов, больше за аналогичный период прошлого года. Боевики из Хаят Тахрир Ашам 19 и 16 января совершили несколько нападений на позиции правительственных сил Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Об этом в пятницу заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон Сирии генерал-майор Юрий Баленков. Террористы атаковали четыре населенных пункта в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо. Входит состав зоны деэскалации Идлиб. Подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики удержали занимаемые позиции. При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, 7 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один джихад-мобиль, отметил Баленков. 17 января боевики атаковали позиции правительственных сил в городе Алеппо при помощи беспилотника. Обстрелом террористических группировок подвергались не только позиции сирийской армии, но и жилые кварталы населенных пунктов. Только в Алеппо жертвами обстрелов боевиков с 14 января стали 28 мирных жителей, 56 получили ранения. В пятницу 17 января в столице Ирака Багдаде между правоохранительными и протестующими возник конфликт, в результате чего погибли по меньшей мере двое демонстрантов. Об этом сообщает Sky News Arabia. Как отмечается, силовики с целью разогнать активистов, которые вышли на протесты к стратегическому мосту Аль-Синак, применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате столкновения погибло двое человек, а еще 25 протестующих получили ранения. В частности, один из представителей вооруженных сил Ирака Абдель-Керим Халафа заявил, что сила в отношении активистов была применена после того, как демонстранты начали нападение на сотрудников полиции. К слову, с 1 октября 2019 года в результате насилия в Ираке погибли около 460 человек по всей стране, а еще более 25 тысяч человек пострадали. По предварительной информации, большая часть жертв протестующей. Ученые из Берлина Вахетан Чьян и Эльке Хартман решили собрать информацию о всех вещах и документах армян, которые сохранились от времен геноцида против армян. Это важное дело супругов оказалось в центре внимания издания Los Angeles Times. Armand Press представляет интересные моменты публикации издания. The Los Angeles Times начинает статью с небольшого символического рассказа о солдате, который более столетия назад, в годы геноцида, во время пайпбега, с группой армян из Османской империи, встал на колени во дворе своего дома. Взял горсть земли и свою родину, куда он никогда не вернется. С тех пор носовой платок, в котором он хоронил эту горсть земли, была передана трём поколениям. Это один из сотен предметов, вошедших в коллекцию вещей со времен геноцида против армян. Издание напоминает, что геноцид против армян унес жизни около 2 миллионов армян и вынудил многих покинуть свои дома и рассеяться по всему миру. Сирию, Ливан, Францию, Соединенные Штаты. Лос-Анджелес Тайм также пишет, что Турция настаивает на том, что число погибших было меньше и описывает эти события не как геноцид, а как гражданскую войну. Армяне, являющиеся христианским этническим меньшинством, жили среди мусульман и курдов в Османской империи, но были в основном сосредоточены в современной восточной Турции и Западной Армении, пишет издание. Издание также представило людей, предметы и документы, которые были представлены на воркшопе. Например, одна женщина, Вики Хачадурян, показала серебряные предметы и ковер, которые ее бабушку привезла из Константинополя, ныне Стамбул, на греческий остров Кефалония. Они были подарком на свадьбу бабушки. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Синеш, Савсунь и Пара Риша. Савсунь и Пара Риша Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.